Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки и рыболовной ловли. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать о поплавочной удочке для ловли на течение. Отличительной чертой, в принципе, всей этой снасти является это поплавок. Поплавки используются круглые, круглого сечения. Огрузка данного поплавка в среднем где-то 4-5 грамма, то есть если течение поменьше, то это где-то 3 грамма. Если течение побольше, побыстрее и совсем уж быстрое течение, то это где-то 6-8 грамм. Это очень много. И заброс такой снасти махать это довольно-таки тяжело, особенно в определенных условиях, там где сильный ветер боковой и так далее и тому подобное. Плюс добавим сюда непогоду, дождик или еще что-нибудь, то это очень сложно будет. Я использую самую универсальную снастью 4 граммовый поплавок у меня. Удилище 6-метровое, то есть классика жанра. У меня отец ловит 6-7 метровыми. Человек он давно ловит, он в принципе кроме Акиты особо так за карпиком ездит иногда. Основная у него цель, но я надеюсь у меня получится отснять видео вместе с ним. Он поподробнее расскажет о снасти, нежели я. Снасть 6 метров, катушка у меня инерционная, можно без инерциона использовать. Она для новичков будет, я так думаю, легче. Мне вот с такой катушкой управляться гораздо легче и проще. Под руку набил я на нее руку и ловлю на такую катушку. Поплавок 4 грамма. Основная леска у нас идет 0,24-0,26. Поводок у нас, соответственно, идет где-то, но здесь короткий стоит, потому что я ловил уклейку на него, поэтому я ставил короткий поводок. 0,1 здесь стоит. Поводковый снасть от 0,16-0,18 миллиметров. Крючки используются где-то шестерки, восьмерки вот такие навязаны. Намотовил у меня уже готовый, вот. В принципе, 6-8. На середину поводка ставлю специально, так называемый, подпасок. То есть вот сюда, на середину поводка, допустим, метро у вас, поводок это где-то вот так будет. На середину ставится подпасок, то есть мелко грузило. Это делается для того, чтобы насадка сплавлялась помедленней. Это ставится он, когда клёв неактивный. Ну, в принципе, с утра приехали, можно поставить, посмотреть. Если идет рыба, то можно его оставить. Если нет, тогда можно его снять, попробовать так погонять, так погонять. Основной прикормкой является, это у нас пшеница или кукуруза. Ну, в основном, где я ездил, ловил, это в Калужской области, Турской области. Там парят кукурузу, ой, пшеницу, распаривают пшеницу и ловят на пшеничку. То есть кормят ей пшеницей и ловят на пшеницу. То есть как она распарится. То есть, допустим, после завтра я собираю всех на рыбалку, да, примерно, грубо говоря. Я, ну, хотя бы на ночь, там, часов на восемь, на шесть в котелок или в большую емкость насыпаю пшеницу, заливаю холодной водой, там, в течение, там, ну, где-то хотя бы один-два раза поменяю воду. То, что она забирает и вся эта грязь вот всплывает. Вот. Далее ставится или на плиту, если это все дело происходит в городской черте, то ставится на медленный-медленный огонь. То есть, что пшеница распаривалась очень-очень долго. Ну, или можно мультиварку использовать. Для данных целей, вот, если же это в сельской местности происходит, это еще гораздо лучше, потому что используются печи, ничто так не распаривает и ничто так делать лучше. Пшеницу не распаривает, это печь. То есть, поддерживает оптимальную температуру, медленную, и распаривается просто. Я даже не могу передать таких размеров, где-то, ну, с ноготь, с ноготь мизинца. То есть, это очень большая. То есть, вот, с такой вот малюсенькой пшенички распаривается до таких размеров. И лопается, и не трескается. Вот, это, ну, это чудо, я такого только в деревнях видел, да, чтобы так парили, умели парить люди. Вот. Иногда ловят на горох, иногда ловят на кукурузу. Горох кукурузу также иногда распаривают или покупают консервированное, чтобы заморачиваться, если времени нет, там, с работы отпустили, там, бах, забыржал там магазин, магнит, ленту и так далее, там, подобный сетевой любой магазин. Купили по акции кукурузы, банок 6 или гороха, высыпали в пакет, выслили сок этот, все. И, соответственно, кормим и ловим. Как ловим? Зашли на место, на точку, да, разобрали удилище, повесили прикорм кукурузу или пшеницу, горох к себе на пояс с правой стороны, или кто с левой, кому как удобнее, вот. Ставим в сапогах корм. Две-три проводки, берем вот просто вот одну, одну ладошку, да, засунули в пакет, вытащили, кинули выше поплавка, то есть выше того места, где вы ловите. Почему кидаем выше? Потому что течение сносит, сносит и примерно там на 2-3 метра у вас относится, то есть выше того места, где ловим где-то метра полтора-два, лучше 3, если добросите. Вот, прикармливаем, то есть две-три проводки прогнали, одну жменьку бросили, две-три проводки прогнали, одну жменьку бросили. И чего это делается? Это делается для того, чтобы поставить рыбу на корм. Все очень просто. Если ставить полотва или любая другая белая рыба, ну, кроме езя, нехорошая, вот, этот рыб, ясь, вот так называемый, вот, и сам не клюет заразы, и другую рыбу не подпускает. Вот, если ставит полотва, если ставит гайлау, и если еще лучше густера или подлечек, то клюв обеспечен, ребят. И вот с таким периодичностью, там, две-три проводки кинули, поставили, кинули, прогнали, кинули, прогнали, то есть рыба, она подходит от прикормка, она становится, и вы ловите, ловите в дачу. То есть, ну, сейчас я могу рассказать на слово, наверное, вряд ли, кто поверит. Просто летний период, вот сейчас только начался, планируют, если получится, дай бог, поеду с отцом, обязательно узнать саму видео, как он ловит, ну, это просто, ребят, блин, класс. То есть, если я там за утро ловлю, там, килограмм полтора-два, то человек ловит килограмм по четыре, по пять, вот, за утро. Один, на одну удочку, на один поплавок, вот, это здорово. Ну, в принципе, все. Если у вас какие-то будут вопросы по поводу оснащения снасти, пишите в комментариях, обязательно отвечу на всех комментарии на все вопросы. Все, ребят, всем удачи, всем удачных рыбалок. Пока-пока.